Султан Мурад I Султан Мурад I отмечается в истории как отважный воин и очень образованный человек. Он занял трон после смерти своего отца Архана Гази. Таким образом, являлся третьим османским султаном. У Мурада было семь женщин, которые запечатлены историей. На ком-то из них он был женат, другие остались в статусе наложницы. И не все они родили ему детей. Про одну женщину из гарема султана Мурада сегодня будет мой рассказ. Считается, что в гарем султана нельзя было попасть по доброй воле. Основная масса наложниц состояла из похищенных девушек и из немусульманских семей. До определенного периода в Османской империи султаны совершали политические браки. Но хочешь ты или нет, можно было угодить в гарем. Болгарская княгиня, дочь болгарского царя по имени Тамара, родилась между 1335 и 1340 годами. Имя этой девушки было довольно редким для средневековой Болгарии, но являлось традиционным для царской династии. Если вы будете искать про эту женщину информацию, то прочтете ее имя как Кера Тамара. Но Кера – это всего лишь приставка к имени, обозначающая, что девушка принадлежит к царской семье. Тамара рано вышла замуж за одного из самых влиятельных людей в Болгарии – Константина Деспота. Но счастье молодых не продлилось долго. Вскоре муж Тамары погиб на поле боя, и молодая девушка стала вдовой. А еще через короткое время умирает и отец Тамары – царь Иван Александр. Перед своей смертью Иван успевает разделить свое царство на две части, и Тамара остается с братом Михаилом Шишманом. В 1371 году на земли Болгарии нападает султан Мурад со своей армией и отбрасывает Шишмана далеко за пределы его территории. Желая сохранить свои владения, Шишман отправляет Мураду посла с письмом, предлагая заключить мирное соглашение. Но неожиданно для себя получает встречное предложение от османского султана. «Я готов заключить с тобою мирный договор, если ты отдашь мне в жены свою сестру Тамару». Шишман не был готов к такому предложению. Для него это означало глубокое поражение, не только как царя, но и как христианина. Все дело в том, что существующие православные каноны запрещали такой неравноценный брак. Шишман отказал Мураду, но султана это только раззадорило. Он принялся с еще большим рвением отвоевывать болгарские земли. Война шла долгих два года, после чего силы болгарского сопротивления значительно иссякли. И тогда Шишман сделал шаг навстречу Мураду, предложив провести переговоры в Одерне, где и дал согласие на брак своей сестры и османского султана. Взамен болгарские земли и народ получили долгожданный мир. Брак между Мурадом и Тамарой был заключен в 1373 году. Царица отправилась в гарем султана, во дворец Одерне. Как проходила жизнь болгарской царевны в османском гареме не описывается, но какая-то информация все-таки дошла до наших дней. Во-первых, Тамара не рожала Мураду детей. Где-то я считала, что вроде как она была для этого уже стара. Однако противники этой версии приводят факты тому, что Тамара была безумной красоты и молода еще. Ее красота же – это причина, по которой султан и подарил мир Болгарии. Во-вторых, Тамара не приняла ислам. Она так и осталась до самой смерти христианкой. По ее завещанию на могиле Тамары нет надгробия или саркофага, несмотря на то, что она похоронена рядом с Мурадом. Ее могила была засеяна ячменем. Историками того времени также делается акцент на то, что Тамара не была отправлена в гарем, как наложница. Она сразу вошла в него с женой султана. До наших дней дошли два изображения. На одном из них видно, как Мурад встречает у трона Тамару. Она выглядит довольно молодой, черноволосой женщиной, очень изящной и красивой. Болгарские и византийские современники писали, что брак Тамары и Мурада был политическим. Тамара совершила самопожертвование ради своего народа, который сложил о ней множество песен и легенд, которые ее помнят. Дата смерти женщины неизвестна. Однако встречаются записи, что жила она как благочестивая христианка и умерла в мире. Вот такая интересная история произошла однажды в Османской династии, которая еще раз доказывает, что даже будущей жительнице гарема можно было не менять веру. А для того, чтобы попасть в гарем, не обязательно было быть похищенной пиратами. К тому же такая участь не знала ни званий, ни рангов, не учитывала родословную. Это, как вы, наверное, знаете, далеко не первый и не единственный случай в Османской истории. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok